Город Мышкин Ярославской области Государственный деятель и полководец князь Федор Мстиславский, возвратившись из военного похода, отдыхал на берегу Волги. Но сон могучего воителя был дерзостно прерван маленькой мышкой, которая пробежала по лицу князя. Разбуженный князь в гневе вскочил и схватился за меч, чтобы убить ее, но заметил, что совсем рядом в траве ползла ядовитая змея, жертвой которой он мог стать, если бы не был разбужен. Благодарный князь оценил благую роль маленькой мышки как посланницы судьбы. Он повелел поставить на месте своего чудесного спасения часовню и построить город Мышкин. Мышкари и мышкарки, как называют сами себя жители города, благодарны мышке и сегодня. Ее авторитет вырос так высоко, что в городе на Успенской горе построен целый резной дворец мышиной палаты, в котором встречают гостей настоящие мышиные царь и царица. Вообще у туристов, впервые приехавших в Мышкин, складывается впечатление, что сказка здесь не заканчивается никогда. Мышкин по сей день сохранил обаяние провинциального купического городка, главными ценностями которого являются его самобытная культура, памятники истории и пейзажи. Здесь ежегодно проходят удивительно интересные праздники, фестивали, такие как фестиваль мыши, фестиваль русские валенки, семейный круг, ремесла Ярославского края, самоход. В настоящее время город радует туристов хорошо сохранившейся старинной застройкой и большим количеством интересных музеев. Музей валенок, историк этнографический, купеческая усадьба, ремесленные мастерские, единственный в мире музей мыши и другие туристические объекты не перестают удивлять туристов. Город Мышкин просто сделал себя на маленькой мышке. И, наверное, самое главное нужно отметить, что самым главным богатством этого маленького прекрасного города, конечно, являются его люди, потому что они очень сильно его любят и отдают всю свою душу, всю свою любовь именно к развитию и процветанию этого маленького города. Небольшой провинциальный городок с населением чуть более 6 тысяч человек невозможно узнать за один день. Столько интересных мест и удивительных загадок он открывает туристам. А гостеприимство и радушие, с которым встречают туристов в Мышкине, не оставит равнодушным даже самых требовательных путешественников.